Эй, где мои суперские очки? Вот они, держи! О, опять! Так что мы не будем знать, какой распаковывать бейтс? Привет! Ты на канале Тим Фитыч и Маша! Привет, друзья! Сегодня у нас выпас слепую 2! О, опять! Так что мы не будем знать, какой распаковывать бейтс? Да, Маша, именно так! А кто не видел наше первое видео, выбор слепую? Переходи по ссылочке! Вон там, вверху! Мы подготовили три бейтсблейда! Феникс, Экскалиус четвертый, И в Олтро-Е Генезис третий! Где мои супермодные очки? А вот они, Тимофей! Одевай! Сейчас Тима одевает очки И вслепую выбирает бейтсблейд, который мы будем распаковывать! Кручу, мерчу, запутать хочу! Пока я не упал, ребята, жмите лайки, чтобы я выбрал Экскалиуса! Тима, ты готов к выбору? Да! Не сильно тебя там шатает? Нормально! Маша, беги сюда к дивану И раскладывай наши бейтсблейды в три разные стороны Чтобы запутать нашего Тиму Так Широко так разложила? Хорошо! Тима, давай! Ты что там, как Годзилла идешь там уже, да? Ну, что? Вот этот Нащупал? Да Подожди, ну это в этой стороне Вон еще вот в той стороне что-то лежит Какой? Все-таки вот этот Вот этот? Ну, смотри Экскалиус Х4! Да, сегодня у нас будет распаковка на Экскалиуса 4-го Экскалиус новинка этого года Да, да, этот бейтблейд имеет тип атаки Он очень сильный Классный бейтс! А его хозяин Ксандер Шикадера Нет, Маша, смотри Да-да, уже не Ксандер, а его преемник, ученик Жан Богорд Является хозяином этого бейтблейда Жан Богорд появляется в 17 эпизоде третьего сезона. Жан нашел меч-артефакт, из которого и создал себе новый сильный бейблейд – Бастер Экскалибур, что означает разрушающий. Сразу же он показывает всю свою силу, побеждая своих оппонентов – Ахиллеса, Геркулеса, Леопарда и даже своего наставника – Ксандера Шакадеру. Давайте его уже скорее распаковывать. Давай, Тимофей, мне уже самой не терпится посмотреть на его выдвигающийся меч. Давай скорее смотреть. Ого, такой энергетический диск огромный. Давай его сейчас раскроем и покажем во всей красе. Давай. Смотри, какой красавчик. Ага, такой мощный, такие детали шикарнейшие. А как меч выдвигается? Сейчас, Маша, я тебе расскажу. Смотри, берем энергетический диск и силовой диск. И легким движением руки нажимаем вот здесь вот на вот такую пимпочку. И у нас меч уже начинает двигаться. Посмотрите. Видите, на какие-то там 2-3 миллиметра он выдвигается. Но здесь такая мощь будет при битве, я вам говорю. Он, мне кажется, побьет все бэи, которые у нас есть. Мне тоже. Смотри, у него силовой диск под номером 1. И еще здесь с этой стороны нарисован меч. Да, он повторяет форму меча. Посмотрите, у него даже силовой диск индивидуальный. А для чего так сделано? Ну, смотри, Тимофей, вот этот вот как бы меч, да, на силовом диске, он создает опору для выдвигающегося меча. И тогда сам бэй не теряет выносливости. Кроме того, что там атака у него сильнейшая, плюс еще добавляется выносливость. Представляешь? Представляю. Смотрите, какой драйвер у него сильный. И кончики меча как будто. Да, давай, Маша, его рассмотрим сейчас ближе. Драйвер у экскалибра бустера скомбинирован из трех наконечников и имеет три характеристики. Металл от экскалиуса третьего, нападение от волтрека второго и зубчатый от думсайзера второго. Вот такой наш уже собранный красавчик, посмотрите. Мы еще не наклеили стикеры, но он уже красивый. Давай его уже сражать. Ну, давай, держи. А сражать мы его будем? С Ахиллесом. Ахиллесом. Маша, ты будешь Ахиллесом играть или Тима? Я Ахиллесом. Ну смотри, Ахиллес проиграл нашему экскалибуру бустеру. Давай посмотрим, как он сейчас себя поведет в реальной жизни. Раунд первый. Три, два, один. Взял. Ого, Ахиллес, по-моему, атаки какие. Без вариантов. Посмотрите, Ахиллес сразу сдался. Раунд второй. Три, два, один. Стоп. Давай, Ахиллес, победи. Ахиллес, давай. Опачки, и экскалиус выталкивает Ахиллеса. Ура. Раунд третий. Три, два, один. Ого. Вот это был удар. Вот это Бэй. Разбивает Бэй, как орешки щелкает. Да, да. Да, вот такой вот сильный у нас появился Бэй. Ребята, вы хотите, чтобы мы разыграли экскалиус четвертый? Тогда набираем 25 тысяч подписчиков. И гоним разыгрывать. А пока зови друзей на наше видео. И пока-пока-пока. Пока, друзья.